Девушки отдыхают Давайте вспомним, да, вместе напомним себе, что живем мы в современных реалиях, что 29 июня этого года вступили в силу поправки, так называемые, да, то есть вступили в силу изменения к закону об оружии, утвержденной ФЗ номер 231, и имеем мы то, что имеем, да, со всеми вытекающими последствиями. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Мы все с вами хорошо помним и понимаем, что если раньше для того, чтобы владелец оружия утратил свое законное право, необходимо было его дважды в течение года привлечь к административной ответственности, То плюс к этому пакету статей не вместо, а плюс, уточняю, добавились еще и статьи, по которым владелец оружия, по привлечению по которым, да, может лишиться своего оружия за однократное только привлечение, за одну административку. Это такие статьи, КУАП, в санкции которых, да, предусмотрено в качестве одной из мер наказания административный арест. То есть вас не должны привлечь, даже там судья не должен вынести решение привлечь вас к административному аресту, чтобы лишить оружие. Вы можете получить и штраф, но если в санкции указано как одна из мер наказания административный арест, вы автоматически лишаетесь своего оружия. Если вас по этой статье привлекли, ну, в настоящее время уже около 200 составов, по которым владелец оружия может лишиться своего законного права, если он будет привлечен, да, к административной ответственности. Если раньше оружие гражданин лишался на один год, то сейчас он лишается на два. Ну, нас, конечно, всех пугают эти поправки, настораживают. Тут еще со всех сторон, знаете, блогеры там различный интернет нагоняют, тоже ситуацию в жути. Все пропало, клиент уезжает, гипс снимают, оружейная промышленность вся рухнула. Ну, вот знаете, на самом деле не так страшен черт, как его молюют, вникнув в суть этих поправок. Я вот в этих административках для себя ничего страшного не нашел. Ну, что там у нас, побои, да, неуплата там алиментов, простыми словами, да, выражаясь. Наркотики, мелкое хищение, мелкое хулиганство, да, ну, вот все переживают, как так запасать в кустиках лишают оружия. Я прошу прощения за свой английский. Как так? Ну, знаете, что вы за владелец оружия, если вы не можете незаметно, да, справить свою нужду в кустах? Это надо быть либо в дебаган пьяным, либо, я уже не знаю. Во-первых, у меня таких ситуаций необходимости, если честно, не было. Ну, для тех, у кого они бывают, у нас на канале есть ролик о том, как избежать привлечения по этой статье за этот состав к административной ответственности. Поэтому посмотрите обязательно, ссылка на ролик будет в описании, в верхнем закрепленном комментарии. И вот какие-то надуманные такие составы люди боятся. Какие-то нарушения на транспорте, на железнодорожном, на водном, на авиационном. Люди боятся, что, поспорив с пилотом самолета, их привлекут к ответственности и лишат оружия. Для того, чтобы составили протокол на вас в самолете, нужно быть в жопу, прошу прощения, пьяным устроить там драку с пассажирами, лезть к экипажу с драками. И вот тогда да. Но если вы просто встали и подошли что-то спросить, не поверьте, никто на вас никакой протокол не составит. Что там еще люди боятся? Оставление места ДТП. Конечно, прецеденты по этой статье бывают. Но это глупые такие моменты, которые легко, прям легко отменяются, спариваются в суде. На самом деле, если вы изменили местоположение своего автомобиля после ДТП, при этом зафиксировав его первоначальное состояние с применением фото-видео фиксации, и отодвинули свой автомобиль, сместили его с целью обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, на самом деле никто вас не привлечет за то, что вы скрылись с места совершения ДТП. Скрылся – это значит бросил, уехал. Поэтому вот излишнее-излишнее нагнетание, на мой взгляд. А на самом-то деле, на самом деле, за что чаще всего попадаются, так скажем, на чем горят владельцы оружия? А самая-самая элементарная статья – это статья 20.10 Кодекса административных правонарушений. Давайте мы сейчас ее с вами внимательно и точно зачитаем. Статья 20.10 КОАП РФ. Незаконное изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию. Заметили? Незаконное хранение. Что значит у нас незаконное хранение? Это когда оружие у гражданина хранится на незаконных основаниях. То есть, с отсутствием оснований. Что у нас является основанием для законного хранения? Роха – разрешение. А когда мы утрачиваем это право? Правильно, когда мы просрочили свою роху. Вот основное, да, основное нарушение. 95% владельцев оружия привлекаются к административной ответственности именно по этой статье. По простой, банальнейшей причине, на самом деле, за то, что они просто забыли продлить свое разрешение. Не помню. В поезде я с полки упал, башкой вниз ударился. Тут помню, тут ничего. Вот на этот счет ведется много споров. Один владелец, я даже знаю, подал в Конституционный суд апелляцию. Как так незаконное хранение? Участковый знает о том, что я храню. Росгвардия выдала мне разрешение, они знают. Да, я просто просрочил, я не вовремя это сделал. Но вы знаете, решение Конституционного суда Российской Федерации голосило следующее буквально, что для права владения оружием необходимо не только уведомление всех органов, а еще и наличие оснований. А основаниями у нас является отсутствие противопоказаний. И суд справедливо решил так, что если в Росгвардии нет свежей справки о состоянии здоровья, нет нарколога, нет психолога, ваше психическое и физическое состояние, ваше здоровье не установлено, то и право на владение оружием вы утратили. Несмотря на то, что и участковый знает, что у вас есть оружие, и в Росгвардии знает о том, что есть оружие. Момент однозначный, решенный обсуждению не подлежит. Просрочил Роху, превратился в преступника, незаконно хранишь свое оружие. Вот у меня недавно с товарищем был такой случай, просто расскажу. Владелец оружия, охотник, у него три ружья. Весной, находясь с собакой в охоту угодьях, на него был составлен протокол. Собаку приравняли к оружию, находился с оружием с собакой в угодьях, что-то там нарушил, то ли сроки, скорее всего, составили протокол на него. То есть получил одну административку за нахождение с собакой в угодье, в неположенный, по-моему, срок, если я не ошибаюсь. Ну да ладно, все, одна административка есть. И тут сайт госуслуги забыл ему напомнить, да, про необходимость продлить одно из своих ружей. И таким образом на носу у него висела вторая административка. Казалось бы, ничего, но если будет вторая, то тогда лишат его уже не одного оружия, а всего имеющегося оружия. То есть должны лишить, изъять все три единицы оружия. И вот в данном случае какое решение? Тут выхода только два. Первый – это найти товарища, у которого на руках есть зеленое, да, и быстренько переписать на него свое ружье. Быстренько, да, продать ему, так скажем. Второй вариант – это сдать его в магазин на комиссию. Ну, условно, да, это все условно. Продать товарищу и сдать на комиссию, то есть надо договариваться. Обычно приходит владелец в магазин, обычно я говорю, да, стараться надо, нельзя допускать, чтобы это было обычно. Приходишь в магазин и говоришь, пацаны, вот так, вот так, примите, пожалуйста, меня на комиссию, скоро продлю все, все сделаю, и обратно у вас его сам заберу, выкуплю. Вот, собственно, такой вариант. Понятно, что в магазине вам не обрадуются. К ним обращаются, чего уж греха таить. Часто с такой просьбой вы их этим не удивите. Но если вы подкрепите свою, да, свою просьбу в качестве какого-то аргумента, то я думаю, вам пойдут ребята навстречу из магазина. Нарушений, связанных с продлением разрешения на хранение оружия, может быть два, да, то есть первое, это вы своевременно за 30 суток, как положено, не подали заявление на продление разрешения, либо вы вот вообще-вообще о нем забыли и просто просрочили его. В первом случае административка, штраф, во втором случае также административка, но оружие у вас будет изъято. И там уже по решению суда с конфискацией, либо без конфискации. Ну, как правило, суды сейчас с конфискацией не связываются, они не любят повторных рассмотрений дел, потому что граждане зачастую жалуются, там обжалуют решения, повторные вот эти волокиты, все они судьям тоже не нужны, и поэтому оружие, как правило, остается своему владельцу. Так как же нам с вами избежать всех этих неприятных хлопот? Ну, во-первых, опять-таки, да, вот возвращаясь к разговору о случайных людях, ну как владелец оружия ответственный может забыть, что у него в сейфе стоит ружье? Ну, хотя, знаете, вот как-то люди забывают. Ну, для тех, кто уж совсем забывает, ну, вот у нас есть гаджет, да, мы живем в современном мире, ну, во всех есть функции, там, напоминание, у кого как она называется, ну, забейте вы туда, да, там, вот мы же забиваем, напомнить, там, чтобы поздравить кого-то с днем рождения. Забейте сюда и сроки хранения своего оружия. Что еще? Для таких олдскульных людей, еще как я, кто не сильно доверяет гаджетам, вот я как сделал, я на дверь своего сейфа прям распечатал на компьютере ружье такое-то, срок тогда-то, ружье такое-то, срок тогда-то, карабин такой-то, срок тогда-то. Все, приклеил на лицевую часть двери своего сейфа скотчем, да, обклеил, чтобы культурно красиво все было. Все, каждый раз, когда я открываю сейф, у меня перед глазами сроки. И я понимаю и вижу. Те, которые приближаются, я для себя подчеркиваю красным, линеечкой вот так вот, да, и все вижу. На самом деле все просто. Ну и пока мы опасаемся привлечения к административной ответственности по каким-то там неведомым, надуманным там статьям, да, там, нарушения в космосе, под водой, пописать в кустике, там, я не знаю еще что, на самом деле все тривиально и до безобразия просто. 95% владельцев оружия получают свою административку, свое привлечение к административной ответственности именно по причине своей забывчивости, либо неуважения к своему оружию. Только за то, что они забыли своевременно продлить свое разрешение на право хранения оружия. На этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что вы смотрели этот ролик. Спасибо, что вы с нами. Кто не подписан, не забываем подписываться, нажимать колокольчик. Впереди будет еще много интересного. В комментариях обязательно напишите, какие у вас были такие моменты, да, скользкие, связанные с продлением оружия. Я обещаю, что все прочитаю. Ну, на все постараюсь ответить. Если кому-то не ответил, прошу меня великодушно простить. Иногда я просто не успеваю этого сделать, но стараюсь на все конструктивные комментарии по делу, да, отвечать. Все, друзья мои, спасибо большое, что вы с нами. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Мы всегда вам рады. Не забываем, что хорошо стреляет тот, кто стреляет без последствий. Увидимся с вами в ближайшее время на полигоне или на охоте. Всем пока.